14 октября 1931 года вышел первый номер газеты «Бердские новости». За годы своего существования издание четыре раза меняло свое название. За социализм, Бердский большевик, Ленинский путь, Бердские новости. Но всегда соответствовала статусу первой городской газеты. На ее страницах бережно хранится история нашего города. 85 – особенная дата как для коллектива газеты, так и для ее читателей, а также всех, кто причастен к истории издания. Это общий праздник, это общегородской праздник, это праздник наших читателей, это праздник наших коллег, коллег настоящих, коллег из других изданий, которые в разные годы работали в газете «Бердские новости» и создавали ее историю. Но сегодня я хотела бы особо поздравить действующий коллектив редакции, журналистов, творческих сотрудников, технических сотрудников, дизайнеров, менеджеров, службу бухгалтерии. С праздником вас, с юбилеем, всего хорошего, новых творческих успехов, здоровья, счастья вашим близким. Наталья Захарова заведует отделом экономики и работает в «Бердских новостях» больше двух десятков лет. Меня иногда спрашивают, почему я работаю именно в этой газете и так долго. Действительно, я здесь служусь уже 24 года. И за эти годы, на самом деле, очень много произошло. И я убедилась уже несколько раз, что мои человеческие качества и профессиональные, они вполне укладываются в ту миссию «Бердских новостей», которую она выполняет долгие-долгие годы. А миссия газеты вот уже 85 лет остается неизменной. Писать только объективную и честную информацию, любую проблему показать с разных точек зрения и пробовать найти конструктивный выход. Газета «Бердские новости» способствует решению социальных проблем, реализует множество социально значимых акций. Здесь всегда помнят, что за каждой проблемой и за каждой сенсацией стоят живые люди. На самом деле, я считаю, что у газеты «Бердские новости» особая миссия. Дело в том, что многие средства массовой информации в нашем мире, они сейчас гонятся прежде всего за рейтингом. Но, естественно, в погоне за этим самым рейтингом удовлетворяют только интересы читателей и своей аудитории. А нужно поступать несколько иначе, потому что есть еще и потребность. Мы должны донести до читателя максимум из того, что мы можем дать. Я считаю, мы с этим справляемся. И к нам идут и доверяют нам такие проблемы, какие не доверяют своим родным людям. Это дорогого стоит. И наши журналисты давным-давно уже закрепили за собой статус социального лидера. И газета носит этот статус и носит его по праву. Коллектив редакции всегда находится в поиске новых идей и новых решений. Все сотрудники газеты – высокопрофессиональные специалисты с большим стажем работы, которые безумно любят свое дело и трудятся ради своих читателей.